Добро пожаловать на канал Винтажпунт Школа Электриков. Сегодня мы продолжим изучение программирования логических реле. Мы уже рассмотрели простейшую схему управления светофором на самых простых элементах. Тут у нас используются только элементы времени и два генератора. Эта схема показала себя очень запутанной, потому что нам нужно настраивать 10 элементов. При регулировке какого-нибудь одного из них, например, вот это горение красного светофора, если мы изменим здесь время горения красного светофора, нам придется изменять все остальное. Это является неудобством этой схемы. Я тут быстренько набросал еще одну схему. Эта схема очень запутанная, но здесь происходит переключение красного светофора на желтый и на зеленый последовательно. То есть желтый загорится только после того, как потухнет красный, зеленый загорится после того, как потухнет желтый и в другой последовательности. Здесь нужно настраивать всего лишь два элемента. Вот, например, вот это горение красного светофора 10 секунд у меня стоит, а вот это горение, а вот это время горения зеленого светофора. Если мы получили задание увеличить горение красного светофора там, то нужно всего лишь навсего зайти сюда и только изменить. Все остальное сдвинется само по себе и больше ничего не надо было делать. Но эта схема очень запутанная и дальнейшая ее модернизация приведет к еще большему запутыванию схемы. Поэтому мы решили от этой схемы пока отказаться, но я вам для интереса включу, как она работает. Покажу. Вот. Она работает точно так же, как и схема на элементах времени, только она очень легко настраивается. Но, конечно, более запутанная. Не каждый еще поймет, как она работает. Вот сейчас горит зеленый. Вот счетчик считает время. Зеленый мигает, желтый горит две секунды. Вот. Сейчас снова загорелся красный. Вот. Но мы сейчас рассмотрим другую, более простую схему, потому что для экзамена нам не нужно ничего придумывать. Нам нужно выбрать максимально простую и максимально удобную схему. Вот эту схему я примерно вам здесь набросал. Здесь используется что? Здесь используется генератор импульсов. Он рассчитан на длительность импульса 1 секунда и промежуток между импульсами 1 секунда. И все. Этот генератор работает постоянно. И он подает импульсы. А вот эти пять элементов, это счетчики. Эти счетчики считают импульсы. Все, что нам нужно настроить, это только в каком импульсе включится и на каком импульсе выключится наша зеленая, красная или желтая лампа. Например, смотрите. Вот счетчик красной лампы. Он включается на первом импульсе, выключается на десятом. Счетчик желтой лампы. Он включается на восьмом импульсе, выключается на 10. Счетчик зеленой лампы включается на 10, выключается на 18. В отличие от предыдущей схемы, в этой схеме нужно настраивать только пять элементов. Это в два раза меньше, и сама схема проще, и удобнее. Давайте посмотрим, как она работает. Запускаем симулятор. Сейчас у нас работает ночной режим. Вот, посмотрите. Единичка на выходе элемента расписания попадает на генератор импульсов, который через элемент или зажигает нам желтый свет. Желтый свет мигает. И это происходит всю ночь. Одновременно единичка с элемента расписания поступает на элемент не и дальше на генератор импульсов, тот, который запускает дневной режим. То есть сейчас эта единичка инвертируется в ноль и генератор импульсов наш сейчас молчит. И поэтому дневной режим сейчас выключен. И одновременно единичка поступает на элемент или на закрытие счетчиков, вернее на сброс счетчиков. Вот этот вход счетчика сбрасывает показания счетчика или вообще его останавливает. То есть сейчас эти счетчики остановлены и дневной режим у нас не работает. Давайте посмотрим, что будет, если мы сейчас включим дневной режим. Так, сколько у нас сейчас времени? 10.03. Сейчас у нас ночной режим включен. Он включился в 2 часа ночи. И должен выключиться в 8. Окей. Вот. У нас выключился ночной режим. Что произошло? У нас заработал генератор. Этот генератор подает импульсы. Эти импульсы приходят на счетчики. На этот счетчик, на этот, на этот, на этот. Вот эта вся вот эта ветвь импульсов генератора, она поступает на счетчики, которые считают время в виде импульсов и включают свои устройства, то есть лампочки. Вот посмотрите, сейчас горит зеленый. Он будет гореть сейчас. Вот-вот счетчик считает 18. Вот зеленый начал мигать. Сейчас загорелся желтый на 2 секунды и снова включился красный. Эта схема достаточно простая. Для нашего экзамена она подойдет лучше всего. В ней всего лишь несколько элементов, которые нам понадобятся. Это счетчики, генератор, элемент не, несколько элементов или. Здесь есть очень хитрый элемент один. Этот элемент нужен для того, чтобы перезапускать счетчики. Видите, он подключен на вход сброса счетчиков и выдержка времени у него 1,9 секунды. Это на одну десятку меньше, чем выдержка времени горения желтого светофора. Как только желтый светофор у нас загорится на последний. Вот сейчас. Сейчас зеленый начнет мигать. Вот. Потом загорится желтый на 2 секунды. И в эти 2 секунды у нас сработал вот этот счетчик и опередил на одну десятую секунды и сбросил вот эти счетчики на 0. Теперь они снова начали считать. Вот, посмотрите, этот 5 считает. Они сейчас все считают 5, только включаются в разное время. Сейчас включится этот, потом этот. Но, смотрите, эти же счетчики продолжают считать и дальше. И поэтому, чтобы сбросить их на 0, нами установлен вот этот элемент задержки включения. И он на последней стадии горения желтого светофора за одну десятую секунды до начала цикла сбрасывает вот эти все счетчики на 0. Если у вас есть какие-то другие решения для этой схемы, пишите мне в комментариях. Но здесь возможно очень много вариантов. Только я набросал уже три варианта этой схемы. Возможно, вы придумаете схемы еще интереснее, чем эта. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. До свидания.